Здравствуйте друзья, вы смотрите видео про мои самые заметные проекты минувшего года, которые терпеливо ждут монтажа. И если вы следите за моим инстаграмом, то вам вероятно известно, что я не сидел сложа руки и в закромах моего жесткого диска скопилось изрядное количество отснятого, но пока не смонтированного материала завершенных проектов. Другими словами, хочу поделиться результатами своих трудов, которые могут стать героями моих видео в новом сезоне. И главное спросить у вас совета, какие проекты стоит смонтировать в первую очередь, принимая во внимание то, что все видео не будут смонтированы никогда и чем-то неизбежно придется пожертвовать. И начну рассказ с описания проектов моего отпуска 2020. К этому отпуску я готовился целый год и успел заранее изготовить целый арсенал из инструментов и приспособлений, но про их изготовление чуть позже, а пока покажу в каких проектах я их применял. Я давно собирался сделать мебель в свою лесную избу и в этом году сделал вот это кресло. Однако в процессе изготовления части деталей кресла я решил их сделать точеными, а значит для этого мне потребовался токарный станок, который я не замедлил вырезать из последней части упавшей в прошлом году черные ольхи. Если вы заметили, в этом проекте я применил новую самодельную пиленую шину с уникальными характеристиками. Забегая вперед скажу, что шина меня порадовала. Жаль, что шин с такими характеристиками нет в продаже. Оказалось, что пользоваться токарным педальным станком даже проще чем современным токарным станком оснащенным электродвигателем и приятнее чем конем педальным. Никакие специальные навыки мне не потребовались, все интуитивно понятно. А если что-то идет не так, то нога сама перестает давить на педаль, вращение останавливается и в результате руки, ноги, инструмент и даже заготовка все остается цело, можно дать поправку, исправить ситуацию и продолжить работу. Кроме безопасности менять педальным токарным привлекает отсутствие посторонних шумов, только шелест отделяющейся стружки. Первое впечатление исключительно позитивное, могу рекомендовать к применению. Эти прижимы я отковал перед самым отпуском и несмотря на их вес не пожалел, что положил их в рюкзак, крепят даже цилиндрическую деталь намертво. Для пущего удобства работы моим ножом педальным я модернизировал его плаху, теперь можно использовать оба зацепа и в виде пальца и в виде проушина. Для полноценной работы на таком педальном токарном станке желательно иметь специализированные резцы, однако пока я успел отковать и насадить только один резец крючок. Но теперь я точно знаю какие резцы мне нужны, а отковать второй резец завсегда проще первого. По крайней мере мне понадобится еще минимум четыре разных резца по типу крючок для выборки чаш, глубоких мисок и кружек. Два отрезных резца прямоугольный и косой, реер, гидец трубка и пара миселей. Но пока можно потренироваться на деталях кресла с переточенной отверткой и обычной стамеской. Впрочем токарный станок мне был нужен еще и для изготовления цилиндрических деталей моей стиральной машины на базе водяного колеса, который я сделал еще в прошлом году. Это оказался довольно сложный с технической точки зрения проект, если бы я не подготовился к нему годом ранее, изготовив дырявый верстак оборотень, коня педального, стеллаж для инструмента и прочие приспособления, то вероятно я за него бы не взялся. Основная сложность конструкции была в том, что в угоду качества стирки я отказался от использования сквозной оси. Окрепить подвижный полый барабан на разрезную ось с приводом только на одну ее половину задача далеко не простая. Однако как вы можете убедиться с этой задачей я справился и загрузив в барабан замаранную на стойке одежду, нарезав барабан хозяйственного мыла, предварительно набрав в лоханье воды, запустив водяное колесо можно почти без усилий постирать изрядное количество одежды. А пока ручей стирает можно заняться другими делами, например приготовить на обед, что Бог послал. Помнится в тот день Бог послал запеченные в земляной печи мясо курдючной овцы. Хотя постойте, это было днем ранее. Тогда-то я замарал куртку и твердо решил безотлагательно проводить полевые испытания стиральной машины. А в день стирки я лакомился яичницей из перепеленных яиц и домашнего сыра, подарка от моего друга Косте Винтер. Косте еще раз спасибо, твой адыгейский сыр великолепен. В спешке, в походных условиях и без опыта идеально подрумянить сыр не получилось, но в следующий раз я обязательно справлюсь с этой задачей. Хотя и такую подгоревшую яичницу я готов есть почти каждый день. Механизация ручного труда конечно освобождает массу времени. И пока полезную работу осуществляет водяное колесо, можно оставить его без присмотра и заняться другими делами. Но отсутствие автоматики, которая бы смогла завершать работу через определенное количество циклов и останавливал бы работу механизма при внештатной ситуации, заставляет периодически контролировать работу водяного колеса и его привода. Как вы понимаете, упавшая с ветки сосновая шишка может заклинить барабан, а водяное колесо не перестанет вращаться. В результате поврежденную ось придется чинить. Кроме всего прочего, сложности изготовления стиральной машины добавило и то, что именно через привод стиральной машины, подключенный к импровизированному генератору из деталей шуруповерта я смог реализовать проект моей лесной гидроэлектростанции и запитать свой элите железофосфатный аккумулятор на целых 105 Ач. Также в этом походе я заряжал эту батарею и от двух солнечных панелей, но у нас на серии солнца даже днем не так много и газ конечно имеет свои преимущества. Мороки с электростанцией было много, но зрители в комментариях так настойчиво рекомендовали мне поставить на сосну усилитель сотового сигнала, что отказать я не мог. Для этого проекта в любом случае нужно электричество, не говоря уже про зарядку квадрокоптера, стедикам и собственно видеокамер. Как думаете усилию по установке антенны на сосне себя окупили? Получилось ли у меня опустить зону приема сигнала к подножью горы ближе к избушке. Но возвращаясь к теме лесной газ отмечу, что мой доморощенный план Гойл Ро позволил мне не только реализовать освещение в СБ электричеством и запитать усилитель сотового сигнала, но и через инвертор использовать сетевую электрическую ШМ на 220 вольт. В этом году я завершил проект гранитной сковороды или может быть точнее называть варочной панели. В прошлом году я доставил к СБ заготовку с побережья ладоги, а в этом отшлифовал и отполировал гранитную плиту, водрузил ее на финскую свечу, разогрел поверхность и зажарил на ней самую вкусную в моей жизни глазунью из перепелиных яиц. Не знаю в чем причина, возможно в огромной теплоемкости гранитной сковороды, возможно в дыме от углей свечи, возможно чем-то еще, но яичница была великолепна, могу рекомендовать. Кстати сковороду мыть совсем не сложно и пока посудомоечную машину на базе водяного колеса я строить не планирую. Хотя у водяного колеса огромный потенциал, игнорировать такую возможность было бы расточительно, потому на базе водяного колеса я собрал точильный круг. Изначально я планировал ее просто выпилить из пня, но в процессе поиска бревна подходящего диаметра столкнулся с дефицитом материала. Бревна из ветровала десятилетней давности подгнили и на эту задачу не годились, поэтому я сперва решил собрать его из двух деталей, а потом подумал где две детали там и восемь. В результате проект рассчитанный изначально на полдня значительно усложнился. Как вы догадались барабан для абразивных лент я склеил из сегментов. Максимально плотно подогнал посадочное отверстие в барабане под восьмигранный вал у водяного колеса. Посадил на этот вал заготовку и предварительно вывесив на штатных подшипниках скольжения конструкцию водяного колеса и заготовки просто проточил заготовку до нужного диаметра, используя водяное колесо как маховик инерционного токарного станка. Звучит мудрено, но на деле ничего сложного, хотя времени это затеять мало немало. Трудность представляла то обстоятельство, что посадку для шлифовальных лент нельзя было провалить. Как предостерегал Папандополо, сделаешь дырку, потом не запломбируешь. И еще я опасался, что разность в длине окружности лент не позволит их легко менять, а именно возможность менять ленты разной гритности очень важна. Но несмотря на все сложности у меня все получилось и в процессе работы я поправил заточку и на педальном ломтирезе, и на моей двуручной стамеске, сделал заточку на свежеоткованном резце по типу крючок, заточил режущую кромку на моем самом сложном кованом ручном инструменте, кованом спиральном сверле. О, ковка этого сверла достойна отдельного рассказа и вероятно отдельного видео. И конечно я поправил режущую кромку на всех остальных инструментах, ножах, топорах, скоблях, стамесках. Раньше я правил заточку в лесу совсем другими способами. У вас может сложиться впечатление, что весь отпуск я только и делал, что пилил, строгал, точил, копал, сажал, шлифовал, но это не так, я еще активно добывал подножный корм и в основном я рыбачил, но так же и собирал грибы и ягоды. Когда погода начинает портится и с неба интенсивно опускается вода в жидком агрегатном состоянии, целесообразность продолжать работу под открытым небом снижается, вероятность жора у рыбы увеличивается и настаёт время принимать решение облачаться в непромокаемую одежду и отправляться запасать дары природы. Жаль в ближних озерах водится только щука да окунь, но я не против такого рациона. Кстати не знаете какой грозит штраф за зарыбливание водоема форелью? На малька я денег найду, а вот хватит ли денег на штраф? Если знаете размер штрафа напишите пожалуйста в комментариях. Уверен вы заметили, флотилия моих плацсредств на местных озерах выросла еще на одно судно. Рыбачить с педального каяка одно удовольствие. Я плавал в ладогу, выловил покрышку и решил что это знак. Из покрышки совсем несложно нарезать резинокордовых колец и использовать их в дальнейшем в качестве приводных ремней для редуктора на базе шкивов. Тогда можно будет повысить скорость вращения генератора и из этого может кое-что получиться. Пометуя о востребованности ручного бутылкореза я задумался о возможности сделать ручной покрышкорез. Но тут в конструкции придется использовать сразу два подшипника, а это повлечет удорожание конструкции. Я могу нарезать покрышку и руками, поэтому не уверен что мир нуждается в моей конструкции ручного покрышкореза. А вы как считаете? Большая часть покрышки осталась лежать неиспользованной в качестве запаса высокотехнологичного сырья, на нее у меня особые планы в части лесного тяжелого машиностроения. А еще из таких колец можно сделать резинку для бращи, которую в свою очередь использовать в неожиданных утилитарных целях или в традиционных для штурма замка. Но не буду забегать вперед. Обычно к концу отпуска у меня заканчивается бензин, заряд в аккумуляторах, я поневоле начинаю экономить энергоносители и перехожу на ручной инструмент. Это безусловно снижает темп продвижения проектов, но я отчасти этому даже рад. И работа ручным инструментом приносит намного больше радости, чем бензиновый или электроинструмент. Со временем я непременно сделаю себе полный комплект ручного инструмента и буду слушать только шелест стружки и никакого тарахтения ДВС или жужжания электродвигателя. Возвращаясь к теме благоустройства территории я собрал несколько элементов вспомогательной мебели по типу массивный стол, козлики, стеллаж для моей лесной мастерской. В обзорном видео все и не припомнишь. Кроме того видео и так затягивается, поэтому перехожу к схематическому описанию других проектов этого сезона, но уже за пределами этого отпуска. Если вы помните, в своем видео про канат из елки я предлагал подружить ВИЦУ с полиэфирной смолой и сделать несколько разных оригинальных предметов мебели. Так вот в этом году я вернулся к этому проекту. Оказалось, что придать ВИЦУ строго определенную форму в положении туго скрученных колец не так просто. Еще сложнее ВИЦУ в таком положении высушить и переносить. Пришлось поэкспериментировать, набить шишек и в итоге я собрал в лесу станочек для скрутки ВИЦУ не как ранее в виде конуса, где каждый следующий виток удерживает предыдущий, а в виде спирали. Полученный в результате таких манипуляций диск компактно размещен и закреплен на листе фанеры, а также просто хранится и переносится. Но в двух словах все не расскажешь. Так что этой зимой я планирую похвастаться вам готовой столешницей с оригинальной конструкцией с кодовым названием спираль галактики или рукав Персея. Ну и конечно я не обойду вниманием традиционные способы изготовления столешницы слэбов. Благо мои слэбы уже высохли и готовы для обработки. В одном случае опора столешницы будет отлита из алюминия, а во втором опора будет оборудована механизмом изменения высоты. Хочу иметь возможность работать за своим столом и сидя и стоя. Вы мне часто пишите в комментариях покажи свою мастерскую, а мастерской то у меня и нет. Мастерю то в сарае, то в подвале, то под открытым небом и в этом году наконец решил исправить ситуацию и переоборудовать часть подвала в мастерскую. Сейчас вы можете воочию сравнить две картинки, как было и как стало. Так преобразовался подвал всего за один год. Можно сказать, что мастерская это мой основной проект, который отнимает львиную долю времени и средств. Поплатить в жизнь я успел меньше трети от запланированного. Лиха беда начала. Взявшись за работу, первым делом предотвратил регулярное сезонное затопление подвала. Затем переоборудовал свой длинный верстак. Усилил его, добавив жесткости, убрал из под него все полки и собрал однотипные тумбы на колесах. В эти тумбы со временем я уберу весь свой ручной электроинструмент и не только. К подвижным тумбам ей доступ одновременно с пяти сторон. При этом тумбы являются опорами для сборочного стола, что очень удобно и практично организует и экономит пространство мастерской, которого всегда не хватает. Я немного модернизировал свой настольный фрезерный станок Jet GMD-X2S, обзавелся минимальным набором оснастки к нему, собрал для него устойчивую тумбу, в которую ушла вся оснастка и теперь могу фрезеровать почти все что угодно. Чувствую себя повелителем металла. Приобретая фрезер я предполагал, что оснастка к нему будет не дешевой, но спустя два года могу сказать, что она уже сейчас стоила мне дороже самого станка. Но я не жалею. Каждое новое приобретение меня радовало и расширяло возможности моей мастерской. К примеру, при помощи вышеупомянутых сокровищ я сумел отфрезеровать и даже просверлить рессорную сталь. Я просверлил в рессоре мана отверстие диаметром 16 мм. Было непросто, тем более глубиной 100 мм. Сверла R6 M5 при переточке укоротились на 20 мм. В результате я собрал подкладной кузнечный инструмент, которым можно почти идеально выпрямить пруток пружинной стали диаметром 16 мм. Учитывая, что вдоль железной дороги таких пружин валяется 20 штук на километр, это весьма полезный инструмент. А уже из прямого прутка можно отковать что угодно. Можно скобель, можно топор фро, можно клюкарзу, можно резец. Все это я отковал. Но похвастаться в первую очередь я хочу своим самым сложным на данный момент кузнечным проектом – спиральным конусным сверлом. Сколько себя помню, мне всегда хотелось иметь возможность ковать. Начинал я с малого – с горна в консервной банке. И в этом году заметно продвинулся в проекте обустройства собственной кузни. Собрал новый и пожалуй самый простой в изготовлении горн и новую горелку. Надеюсь этой зимой я завершу проект самодельной наковальни. Профрезерую в обломанном зубе трилевщика отверстие для подкладного сменного пуансона. Завершу полный план мер по установке глушителя на наковальню, соберу самодельные стуловые тиски и тогда у меня откроются новые перспективы по художественной ковке и изготовлению инструментов. Я знаю, сейчас модно ковать из сверел ножи, я и сам такой отковал, но все-таки согласитесь, нож по сравнению со сверлом – примитивное изделие. Не скрою, я люблю и ценю примитивную эстетику ножа, но все же жаль, что люди так мало внимания уделяют другим инструментам. Сейчас найти качественную и надежную клюкарзу или сверло так непросто, а это пробное сверло меня вполне устраивает. Следующее будет сделать и проще и надеюсь качество будет лучше. Уверен многие изовсегдаты моего канала знают кто такие ростовские пычаны и чем они знамениты, так вот недавно я приобрел у них центроискатель в полной комплектации и не нарадуюсь. А еще раньше они подарили мне гранитную поверочную плиту и набор начинающего шабровщика, все кроме плиты собственного разработки и производства. По этой замечательной плите я отшабрил линейку поверочную угловую трехгранную и мостовую линейку, а уже с помощью них восстановил геометрию суппорта обеих кареток и задней бабки своего настольного токарного станочка JetBD10WS. Жесткость станка и частота обработки заметно повысились. Теперь я хочу вырубить из гранитного луна, которых у нас в лесу на каждом шагу пруд пруде и плиту, и на нее поставить свой токарный. Замерить изменение жесткости станины и тогда можно будет подумать о монтаже видео про эту эпопею. Не знаю что получится, но уже сейчас могу сказать что шабре мне понравилось не меньше чем точить, а точить я люблю. Десять минут токарной работы из куска ржавого лома я выточил блестящую втулку, при помощи которой с легкостью сформировал геометрию прижима с рабоче крестьянским прозвищем Третья Рука. Токарный станок в хозяйстве весьма полезен и его трудно переоценить. Или вот к примеру за пару минут выточил крепления для кронштейна моего лесовоза, точно подходящие под гнездо крепления пластика на раме моего скутера. За такой малостью к току я бы никогда не обратился. Больше времени потратишь на дорогу и объясни мне что тебе надо. А с домашним токарником идеальное решение напрашивается само собой. Под лесовозом я имею в виду свой старенький скутер хонда такт. В видео про секрет распила бревна на доске бензопилой вы могли видеть как я перевозил на скутере бревна. Данный прием не могу никому рекомендовать, очевидно что это нештатное и небезопасное использование скутера. Однако в оправдание скажу, что есть такая народная мудрость, если нельзя, но очень хочется, то можно. Основой конструкции лесовоза реализация этой сомнительной затеи стала намного проще и безопаснее. Конструкция совсем не сложная. Все что надо это два кронштейна. Один для крепления на багажник, а второй на площадку для ног на скутере. На кронштейны можно крепить хоть бревна, хоть любой другой габаритный груз, который на багажник никак не поместится. При этом между грузом и скутером сохранен зазор достаточный для человека, это очень удобно. Я могу остановиться и поймать равновесие опершись на ногу с любой стороны от скутера. Да, кстати еще одна просьба, не хочется быть неоригинальным и публиковать видео на тему, которая давно всем известна и набила оскомину. Поэтому я постарался собрать в этот анонс по возможности оригинальные проекты, но не обладая всей полнотой знаний человечества я не могу быть вполне уверен в оригинальности собственных идей. Поэтому если вы среди тем упомянутых в этом видео узнали тему кем-то уже раскрытую в формате видео, то прошу сообщить мне об этом в комментариях, по возможности со ссылкой на видео или автора. Эти сведения помогут мне отбраковать неоригинальные проекты. Заранее благодарен. Около 20 лет назад в пожаре сгорели наши пчелы, пчел было очень жалко и 3 года назад я заново завел пчел. С пчелами у меня связано сразу несколько проектов. Методик товарного производства меда от метода Кашковского до метода Цибру много, я же хочу отработать способ безроевого пчеловодства, который сможет осилить любой желающий, совмещая пчеловодство с заработком наемным трудом. Пчеловодство не товарное, а для нуд семьи и друзей. Сразу скажу, что у меня лежаки на высоко широкую рамку, которая при этом помещается в стандартную медогонку. Все ульи, рамки, нуклеусы, магазины, кормушки и прочий инвентарь пчеловода изготовлен своими руками. Порастроганы отрисмусованные доски, склеены щиты, профрезерованные пазы и собраны конструкции тоже своими руками. Так как пчелам мешают ориентироваться ферромагнетики, я стараюсь не использовать гвозди. Это тоже вызывает сложности. Кроме того, я осуждаю применение аметраза, что дополнительно осложняет работу пчеловода. Также я осваиваю домашнее литье овощины на нестандартную ячью с целью селекционно вывести особо крупную пчелу устойчивую к воротозу. Дело в том, что размер пчелы зависит от размера ячейки и количества коконов оставшихся в ячейке после выведения предыдущих поколений пчел. После выведения пчела выгрызает не весь кокон, который покинула. Так вот, размер ячейки сот коррелирует с размером ячейки вощины и если увеличить размер ячейки вощины таким образом, чтобы пчелы не отстраивали трутневые соты, то можно добиться увеличения размера пчелы. А крупная пчела зимует лучше, летает дальше, живет дольше и сама может разобраться с клещом вороа. Звучит как сказочное решение всех проблем пчеловода, значит стоит попробовать сказку сделать былью. В году у меня было сразу несколько приключений, про одну из которых вы вероятно уже знаете. Обычно на природе я провожу время один, но в этот раз на просторах плато Путорана развлекался в дорогой моему сердцу компанией. Уверен, что Миша с канала Хартвуд, Андрей Шайтер и Саша Лист вам знакомы и не нуждаются в представлении. Думаю вы понимаете, что когда у меня появилась возможность провести с ними время вдали от цивилизации, да еще и в таком красивом месте, я не смог отказаться. Ну и конечно рыбалка. На свете не так много мест, где с одной стороны не водятся клещи и умеренное количество красосущих насекомых, но гарантированно клюет хариус и голец. Я не охотник, но рыбалку люблю, меня рыбалка увлекает и успокаивает. Особенно я люблю рыбалку в прозрачной воде, когда видно атаку хищника. Наверное поэтому я больше всего люблю нахлостно сухую муху. Но и спиннинг не оставляет меня равнодушным. Такие разные видео про наши приключения уже сейчас вы можете посмотреть на каналах Миши, Андрея и Саши. Ну и я тоже, как только вылетят белые мухи и немного освобожусь от текущей работы сяду за монтаж своей версии наших общих приключений. А приключения были. Саша нам даже организовал квест маршрут по болотам и буйракам. И конечно были и восхождение в горы, и сагудай, и рыбалка, и шурпа, и водопады, все было. И еще со школьной скамьи в бытность моего пионерского детства меня интересовало подсечное огненное земледелие. Очень мне хотелось узнать и прочувствовать цену хлеба который так ценили наши предки, заселявшие леса зоны рискованного земледелия. Полноценный эксперимент я провести не мог, но имитацию подсечно-огненного земледелия я реализовал. Предпринял меры предосторожности и расчистил огнем участок грунта где пять лет назад лесозаготовители деревья уже спилили и весь грунт релевщиком перепахали. Получилась маленькая грядка шириной меньше межи. Посеял рожь, собрал урожай в снопы, обмолотил колосья, провеял мекину, смолол зерна в муку и из этой муки испек хлеб все в той же земляной печи. В процессе открыл для себя массу неожиданных фактов. Например я с удивлением обнаружил, что выжечь до грунта даже совсем молодой мох костром за один раз невозможно, чтобы добраться до грунта приходится разводить костер повторно. Хотя очевидно наши предки не пользовались кострами, а вероятно устраивали контролируемый низовой пожар, сжигали корни деревьев, роняли их, а затем дожигали выворотни. Я так думаю. Кроме того в этом году я занимался доработкой ручного электроинструмента. Например скользящая пара алюминий по алюминию очевидно не лучшее решение для погружной пилы и шины для нее. Конечно можно купить пилу именитого бренда мафель или фестул, но я этим инструментом на жизнь не зарабатываю и признаться мне жалко таких денег. Поэтому пока пользуюсь инструкцией после покупки доработать напильником. Тем более когда делаешь какой-то узел для себя методом ручной сборки, руководствуясь своими критериями качества, то можно добиться результата и лучше чем у именитого бренда. Как видите отфрезеровать в подошве погружной пилы гнезда для крепления фторопластовых антифрикционных упоров несложно, а результат выше всяких похвал. Пила скользит как на роликовых подшипниках. В эту пилу вложено намного больше сил и реализовано полтора десятка доработок, но за комфортный и точный распил приходится платить. Кстати в этом году я собрал шину на бензопилу с нестандартными характеристиками. То есть такую шину, которую купить в магазине возможности нет. С такой шиной сделать кривой пропил просто невозможно, и для идеального распила бревна на доске даже маховые движения не понадобятся. Заходя в лес с пилой оснащенной такой длинной шиной, я чувствую себя менее стесненным в материале, чем на складе пиломатериалов, ибо из бревна могу взять именно то место, которое подходит для конкретной задачи лучше всего. Если вы смотрите видео в 2021 году и позже, то какие-то проекты из этого видео уже смонтированы и опубликованы. Для вашего удобства сведения про них я буду добавлять в описание к данному видео по мере их публикации. Напоследок перечислю несколько незавершенных проектов. Я давно хочу освоить медную плавку по выжигаемым моделям, но это оказалось не так просто. Уже четвертую выжигаемую форму рамки для моего амбротипа загубил. Известно чем выше температура расплава металла, тем выше его текучесть и тем больше усадка. Не догреешь тигель – будет не пролив, перегреешь – испортишь мелкие детали отливки. Тут нужен опыт, либо совет знающего. По сравнению с алюминием медь с одной стороны намного более тугоплавкая и значит разогреть ее можно в два раза сильнее, не опасаясь чрезмерной усадки, но и текучесть у нее заметно ниже. Кроме того с медью приходится использовать керамический тигель, а это большая морока. В кадре жужащая боевая машина убийства, которая питается нектаром и поймана у моих ульев, но привлек шершня не мед, а пчелы. Шершни кормят личинками пчел своих деток и одна семья шершней может истребить пчелиную семью всего за две недели, а в пчелиной семье около 40 тысяч пчел. Мне жалко и пчел и шершней, но сборка нелетальной ловушки для шершней, которые второй год подряд истребляют моих пчел также пока в разработке. На протяжении 8 лет я неспешно строю баню. На первом этаже помимо парилки планируется помещение для пасечных работ, а на втором этаже филиал столярной мастерской. Строительство бани затянулось и превратилось в коллекцию ошибок и фатальных случайностей. Мои ошибки, мое богатство, и все это богатство отражено в видеоархиве. Возможно в новом году я решусь рассказать про мой опыт тренировки организма с целью повышения устойчивости к горной болезни. Вероятно вы помните, что на штурме Пикуухуру я был самым возрастным членом нашей группы покорителей Килиманджаро, но до вершины дошел. Мне приятно думать, что мой метод подготовки основан на тренировке апноэ оказался залогом моего успешного восхождения. Если вы помните, погодные условия в день штурма заставили абсолютное большинство штурмующих у Куру сойти с маршрута, тем ценнее для меня это достижение. Однако я совсем не уверен, что мир нуждается в моих домыслах относительно медицинской темы усвоения организмом кислорода, роли в этом вопросе тренируемости межклеточной мембраны и гелиоксной терапии для дайверов более привычен термин Trimix, а также гипербарической оксигенации и целесообразности процедуры контрпульсации для условно здорового человека. Очень трудно оценивать готовую работу на предмет завершенности, всегда есть что улучшить. Поэтому за кадром осталось изрядное количество проектов кандидатов на место в этом видео. Да и неплохо, тем интересней и насыщенней будет следующий сезон. Друзья, мне очень приятно, что вы досмотрели видео до самого конца. Вероятно видео вас заинтересовало, а значит я не зря старался, а если видео вам не понравилось, то непременно дайте мне об этом знать, мне это важно. Я читаю все комментарии. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание, что мы с вами соавтора и ваша роль в развитии канала намного важнее моей. В 2012 году я не планировал снимать, монтировать и публиковать второе видео. Если бы вы не поддерживали меня дружескими пожеланиями в комментариях, не делились бы видео с друзьями, не мотивировали бы меня своим вниманием и одобрением, этого видео не было бы. А если бы не ваша конструктивная критика и замечание, оно было бы совсем другим. Да, я придумываю сюжет, снимаю, озвучиваю, монтирую видео, принимаю окончательные решения, но я только соавтор. И мне приятно, что наш с вами канал востребован. Спасибо, что делитесь моим видео с друзьями. Пусть хорошие люди смотрят хорошие видео. С вами был адвокат Егоров. Кто мне нравится в черных лебедях – это их красный нос. По традиции призываю вас не подписываться на мой инстаграм, там я публикую спойлеры к текущим проектам. нашем Северном Нейке. Пока.